Хорошо, давайте мы с Вами начнем. Ты говоришь, что я, как правило, всегда начинаю с напоминания. Значит, это у нас третье, а напоминание какое? Мы стали рассматривать линейные системы уравнений произвольного порядка. Мы пока их никак не классифицируем, просто вот есть система уравнений. Правда, мы пока ограничиваемся линейным случаем. Я такую систему сейчас напишу. Вот такие мы стали рассматривать. Значит, R, кто такой? R – это мультииндекс, состоящий из целых чисел, из целых положительных. Значит, в принципе, 0 может здесь быть, если отсутствие дифференцирования по какой-то перемене. А остальные, значит, может быть 0 и вот натуральные числа. А здесь R – это мультиин, а здесь R – это мультиин, а здесь R – это мультиин раз. А вот сюда все мультиин. Вот такая система уравнений. Здесь и от единицы – это мультиин. Значит, это мультиин относительно м неизвестных функций. J тем самым тоже принимает значение от единицы до м. Р – это мультиин. Но порядок уравнений – ну, вот уж какой получится. Я, ну, вы, наверное, это, то есть не наверное, наверняка говорил, но в очень мной любимой книжке Соловьева «В поясах Ахаджи на Средине» там есть такие строки. Истина не тускнеет от повторений. Поэтому, если я повторяюсь, то я считаю, что это не страшно, оперирую вот к этой самой книжке. Значит, а повторяю я вот что. В отличие, может быть, от большинства курсов, и сейчас их вообще, и было, и есть очень много. В основном там сосредоточено внимание на уравнение второго порядка. Это, естественно, законы природы в значительной мере описываются уравнениями второго порядка. Но ими не исчерпывается всё. И мы и в прошлый раз, и на лекции, и на семинарах вводили уравнение высших порядков, как по Х, так и по Т. Этому нет смысла ограничиваться только вторым порядком. Соответственно, и классификация наша, она не привязана только к уравнениям второго порядка. Так что вот здесь порядки, видите? Ну, порядок этой системы какой? Надо все нежитые сложить. Если сложить все нежитые, это будет порядок системы. То есть сумма всех высших порядков. Так, а здесь что стоит? Здесь стоят старшие производные, младшие производные, заброшенные направо. А мы занимаемся вот изучением вот такого рода системы. Пока что А и Ж и Т, в принципе, могли бы зависеть даже от Х и Т. Ну, а в перспективе в следующем семействе ещё и от производных, от неизвестных функций. Ну, там и линейные уравнения. Это так, реклама, да? Вот. А всё-таки надо начинать с чего-то более простого. И пока что, в примерах, в основном у нас будет случай постоянных коэффициентов. Но, впрочем, это не так уж мало. Например, волновое уравнение, оно с постоянными коэффициентами. Уравнение Лапласа тоже, и классическое уравнение двупроводности. И тоже там не так-то всё просто. Итак, вот рассматривается такая система. Для этой системы уравнений мы сделали следующее. Была сделана замена переменных. Значит, вот эта система... Я зайду сегодня достаточно далеко. Сколько это напоминаний к предыдущему параграфу. А предыдущий параграф у нас был такой... Сейчас, чтобы как-то ссылку быть. Параграф будут третьи характеристические поверхности. Значит, это будут параграфы третьи характеристические поверхности. Мы сделали следующее. Была сделана замена переменных. Какая? Ну, какая-то. Вот, скажем, некоторые tau. Это есть хи от х0 от хm. Некоторые тета. Ну, векторные. Когда мне нужно подчеркнуть тот факт, что это векторная величина, я чёрточку ставлю. При этом размерность векторов может быть каждый раз какая-то синоняя. Вот, здесь от х0 от хm. Чем, собственно, почему tau? Чем-то выделена переменная tau? На самом деле, интерпретация здесь такая. Мы собираемся ставить для ответной системы в начале условий на некоторой поверхности. И поверхность эта нам строена следующим образом. Вот здесь у нас имеется тета 1 и тета n параметры. И рассматривается вот такое отображение. Значит, все х зависят от tau и от тета. Но зависимость от tau такая. Значит, при tau равном нулю мы находимся на поверхности. Вот это сделано так, что... Ну, такую мы сделали замену. Что при tau равном нулю это и есть уравнение поверхности. То есть 0 равняется х от всех х. А вдоль tau, значит, это некоторое трансферциальное семейство линий, вдоль tau задаются начальные условия. То есть сами функции задаются на поверхности, а если нужны их производные, то они задаются вдоль некоторого семейства линий. Вот такая вот постановка задач. Это, если угодно, интерпретация. Тут вот такая вот замена переменных. Если такую замену переменных сделать, мы в прошлый раз поясняли, то можно выделить старшие производные по переменной tau. Старшие производные по переменной tau оказываются следующие. Значит, вот здесь сумма по G, сумма по... Значит, модуль здесь означает сумму всех индексов. А вот G, R, T. А здесь A, G, R, T. Но здесь возникло вот, что... просто по путем обычного дефилицирования и 0. Так я напишу. В результате D tau for x 0, в степени A 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 0, да, я... Здесь производные D, G, T, G, T, G, T, по выделенной переменной. Это A 0, G, T. А справа вот эта и все оставшиеся производные. Это такая всеобщая помойка, такая для младших производных. Но это не значит, что они никогда роли не играют. Иногда они очень даже существенны. Но сейчас они вот туда. И чтобы разрешить относительно старших производных... А зачем нам разрешить? А для того, чтобы свести задачу Ирины Хашей-Кавариевской, которая упоминалась, но не доказывалась и даже совсем уже четко не формулировалась. И обычно в шесть лет, так сказать, распространенных книжек, она доказывается либо для линейных систем, либо, ну, в крайнем случае, для два нелинейных систем. Но я в следующем семестре приведу доказательства со страшной... для совсем со страшной силой нелинейных систем. Ирина Хашей говорит, что она не там уж. Вот. Вот, чтобы представить изначальные условия попеременной там. Но для этого нужно, чтобы определитель этой системы был бы отличен от нуля, чтобы можно было разрешить. И вот мы ввели с вами то, что мы назвали характеристической формой. Такое от ну нулевое ню н н выражение. И это есть как раз определитель, чего сумма может быть т равном с а и ж это т а вот здесь н нулевое с нулевое н н н это мы назвали характеристической формой. Кто такие ню? Ню обозначены фактически производные, но вообще-то это кто такие? Вообще-то ню это координаты нормального вектора поверхности, потому что просто так используется известно, что если выбрать вот такие производные, ну вот скажем, неявное уравнение поверхности х равно нулю, тогда это просто вот и это вектор нормальный, это форма однородная, этим мы будем неоднократно пользоваться, потому что здесь стоит определитель, поэтому все вот эти переменные можно умножить на одно и то же число, если это все равно нулю, например. Ну и тогда ничего не изменится. Так вот, поверхность характеристическая, если вот такой определитель равен нулю. И дальше это мы так назвали. Чем же она замечательна? На первой лекции был пример волнового, на самом деле уравнения, одномерного, и которого, если поставить начальные условия на линии х равно т, то оказывалось, что там решение не единственное. Но в явном виде было видно, что решения либо нету, либо не единственное. это было у нас как раз на первой лекции, когда я говорил про особенности, связанные с уравнением с частными производными. Так вот, характеристические поверхности, это те поверхности, на которых, вообще говоря, происходит ветвление решений. Ну, скажем, по одну сторону решение может быть ноль, а по другую не ноль. И все это при нулевых начальных условиях. Для физики это очень важно, потому что это позволяет определить, как мы в дальнейшем увидим, волновой фронт, не решая самого уравнения. Вот, чисто качество. В простейшем случае такие поверхности можно находить в чисто геометрических соображениях. И мы это сделали с вами для волнового уравнения, для уравнения теплопроводности, для уравнения лак-класса. Для уравнения лак-класса оказалось, что характеристических поверхностей нету вовсе. А для волнового уравнения это были конусы, которые в физике фактически именуются как световой конус. Это и есть характеристическая поверхность. Но во всех этих случаях, примерах, которые были разобраны, это все-таки была не система, а одно уравнение. Поэтому для завершения параграфа номер 3 я хочу рассмотреть систему уравнений, как это выглядит. Тем более, что такого рода системы сами по себе представляют интерес. Значит, это у нас было три примера уравнение теплопроводности уравнений лак-класса, а это пример системы. Значит, пример. Систему. А к системе я возьму вот какую-то. Значит, пускай у меня будет ДУ, ВДТ, ну, если я хочу подчеркнуть, что У это вектор, я ставлю черточку. Ну, только в тот момент, когда я акцентирую на этом внимание. Плюс некоторое В, ДУ, ВДХ, и равно некоторое Ф. В матрице. Значит, вот такая система. Значит, что это здесь такое? это система два аргумента. Матрица, ну, пока, для того, чтобы не осложнять себе жизнь, матрица у нас будет постоянной, здесь в примерах тоже. Но, в перспективе, она даже будет зависеть от неизвестных функций. И там будут возникать свои особенности. Давайте, и вот надо писать, как устроены характеристические, но в данном случае будут линии, для такой системы уравнения. Описать характеристические линии. Давайте эту систему, чтобы, так сказать, подробно проанализируем, еще раз. Значит, ну, то, что здесь матрица не стоит, не страшно. Будем считать, что все матрицы не выражены. Если здесь что-нибудь было, мы умножили бы обе части на обратную матрицу, и тогда здесь была бы единичная, а здесь бы. Так что, будем считать, что мы уже это сделали, и вот в таком виде оставим. Вот. Давайте рассмотрим на системе, скажем, второго порядка, вот это, что такое. Ну, как бы вам сказать. Вообще-то это все просто, но мое общение со студентами в прошлых годах показало, что иногда на очень простых местах вдруг человек сутыкается. Поэтому, давайте я один раз все-таки, пусть просто, но я все-таки напишу. Значит, что это такое? Значит, пусть система, скажем, второго порядка, а тогда это будет вот, что, ну, тогда так. Значит, значит, у меня 1 у 1 по x производная, плюс у по t, плюс 0 у 2 по t, да, плюс в 1 1 у 1 по x, плюс в 1 2 у 2 по x. ну, равно не важно ничего, в 1, да, второе, ну, у 1 по t, плюс 1 у 2 по t, плюс в 2 1 у 2 по x, плюс в 2 2, у 2 по x, плюс в 1 2, собраны, высшие производные, от одной и той же функции, вот в этой внутренней сумме. то есть, если иметь ввиду структуру, вот эту, то я должен был бы написать так, у 1 по t, плюс в 1 1, у 1 по x. вот, это как бы одно, это, то есть, не как бы, а просто одно слагаемое, да, а здесь другое слагаемое было бы такое, 0 у 2 по t, плюс в 1 2, у 2 по x. Чтобы яснее представителя, что такое внутренние суммы. Внутренние суммы это вот, вот это и вот это, а потом я все суммирую, вот так вот. Ну и второе уравнение, конечно, такое же, чего там написать. Теперь, если я хочу писать характеристическое уравнение, что я должен написать? Это я для чего написал? Чтобы было видно, как устроена вот эта матрица. Вот тут, знаете, определите, матрица как устроена. Значит, а матрица устроена там. Значит, смотрите как. То, что под t, я должен написать не нулевой, а то, что по x, я должен написать не нул первое. Значит, это будет именно так. 1 нулевое, плюс v1 1 нул первое. Так? Теперь, вот здесь я следующее должен написать. 0 нулевое, плюс v1 2 нул первое. по t. Сейчас. Секундочку. Я же не написал. Я смотрю на это, а пишу про другое. Значит, 0 нулевое, плюс это по t. Секундочку. Я же не написал. Здесь я пишу. 0 нулевое, плюс v1 2 нул 1. Вот такая матрица. А здесь у меня 1 нулевое, плюс v2 2 нул 1. Сейчас все, сейчас все тайны раскроется. Значит, это уже вот такая матрица. Теперь я должен взять и определить у этой матрицы и приравнять к нему. Просто у нас систем раньше не было. Ну вот, по виду системы, ну давайте запишем для порядка, плюс 1 2 v v v v v v v v Вот она такая. Значит, понятно, как матрицу построить, да? У нас потом будет система с многими переменами. Ну скажем, система первого порядка с многими переменами и пространственными. Это какая? Ну, например, система Максвелла. У нее там есть свои особенности. Мы ее, правда, еще не выводили в упражнение. Мы в основном выводы отводим и на упражнение. Там кто-то физика, значит, какие-то там суждения. Это мы еще там поглажим. Вот. Теперь. Ну, надо эту матрицу, конечно, переписать в другом виде. Понятно, что это то же самое, что определить чего-то. Значит, здесь, конечно, написано в том, что Е унину и внуну любое полисонтуре В не уникẳненное. Я тогда упомянул. Ясно, что… Ну, оно и сходово, конечно, так может было, но важно понимать структуру, особенно, если есть производная более высоких порядков. А теперь мы сделаем вот, что это будет у нас определитель, вот чего, В минус минус ню 1 поделить на ню нулевое, наоборот, ню нулевое поделить на ню первое, ну здесь единочная матрица, и равно нули. Минус я поставлю предвижительно, для того, чтобы все догадались, что это просто собственное значение матрицы. Это просто собственное значение матрицы Б. Предположим, что все собственные значения вещественные. Вот это уже предположение, до сих пор, пока этого не делалось. Ну вот пусть. Значит, тогда я, да, их, ну здесь, значит, пусть они вещественные. И тогда здесь минус ню нулевое поделить на ню первое. И, а что такое? А кто такое ню нулевое? Откуда оно вылезло? Вот давайте сюда на эту доску посмотрим. Ну нулевое, смотрите, это Тау, куда Х0. То есть что значит? Тау, это какая замена? Это Хи. Если я возьму, значит, и вся эта поверхность, как где бывает, при Тау равна нулю. Значит, у меня есть неявное уравнение. И я беру, значит, Х0 это Тау, а я должен от этой поверхности, от Хи, да, взять производство по ДТа. Значит, что это такое будет? Это фактически так. ДХи по ДТа. У минус Тау, а здесь ДХи, по ДХ. А Хи у меня от Тх в одну нулю. Ну и все вспоминают первый курс, потому что это называется производной функцией задней неявных. И это есть не все иное, как, конечно, ДХи по ДТа. Это просто производная неявных задней функции. Вот формула у меня такая. Вот. Значит, теперь я могу сказать, между прочим, до сих пор нигде не было сказано, что Бл бы так постоянно нигде не фигурировал, я так говорю, что нам так проще будет, и в примере так и будет, что Бл – постоянная матрица. Вообще-то, если быть честным, Бл успешно может зависеть от X, Т. Более того, эти все рассуждения, чисто алгебраические рассуждения, тут ничего нет. Бл, в принципе, могла бы зависеть даже от У. Ну, правда, это означало бы, что у нас получается уравнение. Вот это и есть уравнение для характеристик. Но я, в общем случае, от И, Т, быть может, даже У. Но вот У – это тогда уже не линейная задача. И вот здесь возникают всякие эффекты, типа, там, ударных волн и прочих страстей. Значит, сейчас мы это игнорируем. А вот зависимость от X и T на самом же деле возможна. Это… вот это как понимать? Это же обыкновенное дифференциальное уравнение, правда? X есть функция от T. Ну, вот это сюда входит. Значит, это просто обыкновенное дифференциальное уравнение первого порядка. Для того, чтобы такая задача могла быть разрешима. Ну, чего надо потребовать? Ну, не в первой юности лямбе, да? Еще хорошо липшицы потребуют по X. Тогда будет единственная. И тогда через каждую точку проходит единственная характеристическая линия. Но что значит единственная? Лямбс-то может быть нова. Пусть все лямбе вещественные. Ну, для системы второго порядка их две штуки, а для системы M-ного порядка их M штуки. Ну, краткие лямбе я пока уношу обсуждение их за скобку, так сказать. Это тоже отдельно любопытный случай, но пусть они будут все различны. Если все они различны, вещественны, существуют баррисы собственных векторов и матрицы диагонализируемые. И это очень здорово. Вот. Так что в общем случае так. Ну, теперь давайте... Значит, что сделано? Вот так и выглядит уравнение характеристических линий. Значит, это уравнение характеристических линий. Почему? Или миль, потому что лямб может быть много. Значит, если это X, а это T, то это, ну вот, и это целое семейство. Мы сейчас не обсуждаем возможность продолжимости решений. Ну, вот какое-то семейство характеристических линий. Каждая такая линия, вообще говоря, возможны и ветвления решений. И мы с вами обсуждали следующие ситуации. Для одного уравнения второго порядка такой линии была, например, вот эта. Если на ней, на этой линии задать начальные условия, то решение неоднозначно. Ну, и была соответствующая картинка. Ну, так, формулы-то были написаны, что если вот это X, вот это T, а вот это U, то вот здесь можно считать соответственные ноли, а здесь что-то не нулевое. Это линии, так сказать, начальные условия, на которые неоднозначно определяют, вообще говоря, неоднозначно определяют решение. Мы к этому вопросу ещё и вернёмся. Если кто-то здесь не очень это место понял, мы к этому месту вернёмся. В том числе и сегодняшний министр тоже, но об этом поговорим. Значит, понятно, да? Теперь давайте сделаем вот, ну, это вот такое вот... Надо пример привести. Давайте вот это жалко стирать. Нельзя же все примеры выносить только на упражнения, а здесь мы рассмотрим пример. Как всё это работает? Потому что этот пример не простой, а с призывом. И он важный, он себе несёт призывом идейный такой для систем с производимым числом пространственных переменок. Значит, пример. А пример такой. Давайте я напишу эту систему. Вот такой. Дэн продэн тэн. Ну, скажем, я напишу углавную другую клетку, какую-то функцию, вот такую. Плюс 2, 1, 3, 4, вот так. Дэн тэн 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 тэн. В пункт в. Ну, ну, нулю. Давайте, а приз будет состоять в том, чтобы мы выпишем общее решение этой системы, и метод, которому мы его выпишем, будет носить общий характер. Я на этом примере его проиллюстрирую. То есть вообще на этом все решения. А, значит, здесь такой счастливый случай, что матрица постоянно, но если бы она зависла от XT, то в общем тоже можно поворотиться, хотя это похитрее. Вот если от В, от В, от В. Вот, значит, что делаем? Ну, во-первых, найдем характеристические, в данном случае, линии. По тому, что было сказано, мы уже знаем, что надо сделать. Вот, они описываются так. DX O DT равняется лямбда. Д лямбда – собственное значение матрицы. Собственное значение матрицы можно найти, не делая неких преобразований, значит, двоечка. Это как-то опасно для нас там напоминать. Значит, это что такое? Минус лямбда квадрат минус С лямбда плюс определитель плюс 5 на нулю. Лямбда первая у нас единица, лямбда вторая у нас пятерка. Ну, и стало быть, уравнение характеристических линий такое, ну, как, ДХ O DT равно единице. ДХ O DT равно 5. Откуда Х минус Т равно С 1 одно семейство. И Х минус 5 Т равно С 2, другое семейство. Ну, и стало быть, вот одно семейство вот такое, а другое, значит, угловой коэффициент 5. Ну, это такая простейшая ловушка, эти линии расположены вот круче или пороже. Ну, вроде 5 угловой коэффициент, да? Ну, это я сказал простейшая ловушка. Дело в том, что все привыкли, что ось ординат расположена вертикально, а ось абсцисс горизонтально. Поэтому оно, конечно, круче, но только если вот так свернуть шею относительно Х, оно круче. А относительно того, как нарисовано, оно положено. Так что семейство вот такое. Но если шею вот так повернуть, то оно круче, действительно. Ну, такова традиция в изображении. Ось Т рисует вертикально, а ось Х горизонтально. Эти традиции мы намушать не будем. Уж раз так нарисовано, так нарисовано. Хорошо? Вот. Но они смотрят в одну сторону идут. Все с положительным угловым коэффициентом. Ну и пожалуйста. Теперь давайте сделаем вот что. Я сейчас для этой системы выполнил некоторые преобразования, которые... Ну и что? Вот мы написали эти самые характеристические линии. А вот теперь сделаем шаг дальше. И на этом примере, ну а в общем случае, это у нас система какая? Это есть ДРУ. Полит Э. Полит Э. Полит В. ДРУ. Полит В. Ну и в общем случае Э. В общем случае. А у нас там же право 0. Давайте у матрицы В найдем, это может быть немножко непривычно, из курса АМБ, левый скобсовый вектор. А чем собственно левая оправка отличается? А дело в том, что для матрицы это вообще, я говорю, не одно и то же. Ну они связаны, конечно, с Савони, там, даже когда они систему образуют. Но почему левые? Векторы строки. А почему? Это связано, ничего метрического здесь нет, связано со способом записи. Если вот это писать в столбец, тогда вот это, значит тоже столбец и стоит справа от матрицы. А если бы я неизвестные функции записывал в строки, это что менее удобно. Ну вот здесь строку. Ну так тогда я бы В должен был написать с этой стороны. Поэтому мне удобнее сейчас воспользоваться левописок. То те, которые слева, только левый собственный вектор. Значит эта сторона метр и H. В равняется явно H. Вот так вот. Ну и ставить, скажем, это есть H1, H2. Ну это просто менее привычно. Вопрос психологический, конечно, а не математический. Вот. Ну значит если я поединительки-то отниму, здесь будет 1, 1, 3, 3. И это, ну и, так сказать, формально. То это будет у меня что же такое? Это будет 1 и минус 3. Это есть H1, единичку я поставил сверху. Я не использую сейчас, ну строго не следую, скажем, обозначениям, когда координаты векторов, там. Координаты векторов и ковекторов, значит, чтобы не было придирок с этой стороны. Ну так, чтобы нижние индексы просто координаты, а верхние индексы просто векторы. Но, понятно, да. Просто, просто там. Теперь следующее. Я вот это самое для пятерки, то это что ж такое будет? Это будет минус 3, 3. Значит, один один и один, и это второй собственный вектор. Ну, так полагаю, что собственный вектор все, конечно, умеют находить, особо не задумываясь. Вот. Но, правда, то, что вот они слева. И в общем случае, если здесь имеется M различных вещественных... Оно, это место. Оно мы их давайте сегодня запомним. M различных собственных вещественных значений, я бы сказал, с кратными чуть-чуть осторожнее. Если они все различны, то матрица диагонализирует. У нее есть барисы собственных векторов. Ну, и вот сделаем сейчас такое преобразование. Не то именно. А преобразование такое. Значит, введем новые неизвестные функции, устроенные следующим образом. Вот здесь стоит матрица 1 минус 3, 1, 1, а здесь V, V. Ну, а в общем случае, это есть Z. Есть некоторая матрица преобразовательная. Ну, допустим, пусть она H. А здесь матрица U. Таким образом, U, это есть H минус 1, Z. Здесь-то U, это уже вертикальный, так сказать, вектор столбец, поэтому написано справа. Ну, минус 1 можно написать, это же барисы собственных векторов. Ну, и стало быть матрица не выраженная. И теперь, вот сделаем, и это преобразование можно сделать и в общем виде. Опять, ограничимся сейчас случаем, когда матрица постоянная. Что, если она зависит от XT, я сделаю пояснение. Просто U подставим сюда в общем виде. Ну, если постоянная матрица, так у меня получится что-то? H минус 1, B, Z, O, D, X, равняется X. Ну, конечно, надо обе части умножить на H. И тогда здесь будет единичная матрица. Ну, что будет здесь? Здесь, конечно, непривычное задание. При образовании матрицы при переходе к другому барису обычно минус 1 здесь стоит. Ну, тогда здесь будет, как выглядит оператор в барисе собственных векторов. Так, там матрица диагональна. Ну, а почему минус 1 стоит не там, где надо? Потому что мы в районе левый собственный вектор. Только по этой причине больше ничего. Обычная формула какая? Значит, матрица перехода, да? F минус 1, O, F. Ну, из курсалки, так сказать, помнится. А здесь минус 1, 7, я сказал всем это связь. Больше ни с чем. Значит, эта матрица диагональна. Значит, здесь стоит диагональная матрица. Где стоят вот эти самые равные. Ну, а здесь H, F. Применительно к нашей системе. Что это такое? Значит, это можно сделать... Вопрос такой, по ходу дела. А если бы матрица была не с постоянными коэффициентами? То все зависело бы от того, от чего она зависит. Если бы это были... Если бы исходная матрица B зависела от XT, то тогда, конечно, и здесь... Давайте подумаем. Значит, чисто алгеморической операцией. Значит, тогда и собственные векторы вообще зависели бы от XT. Или амды были бы функциями от XT. Ну, да. Мариаж была бы матрицей, зависящей от XT. Тоже правда. И чего не получилось бы. Здесь бы я постоянную матрицу вынесла на производную. А так мне пришлось бы еще ее дифференцировать. Было бы Z на производную от этой матрицы. Но Z был бы беспроизводной. И здесь Z было бы беспроизводной на производную матрицы. Так вот, Z беспроизводной с матрицей я бы спихнул в правую часть. Здесь добавились бы еще слагаемые. В правую часть стал бы другой. А слева бы я оставил все то же самое. То есть, на самом деле, эта операция вполне себе работает для матрицы с переменными коэффициентами. Не получилось бы так, если бы отсюда, если бы B еще зависело от U. Вот тогда бы не получилось. Когда бы я H стал дифференцировать, там же опять бы вылезла производная от U по XT. А мне тогда не получилось бы вот такая структура слева. Но это туда, в следующий случай. А это тоже можно кое-что сделать. Значит, напишем, как выглядит эта конструкция в нашем случае. Давай, мне это жалко стереть. Конструкция выглядит так. Значит, что ж такое? D по DT от Z и, скажем, Z. Теперь диагональная матрица плюс 1, 5, 0, 0. D по DX от Z от Z. И в нашем случае, ура, справится, 0 стоит. Давайте посмотрим. Система распалась. Вот это замечательный факт. Левая часть системы состоит из распавшихся уравнений. Они, конечно, переплетены. Но как? Только через правые части. А левые части развалились, потому что здесь только Z, а здесь только Z. Значит, получается Z по D плюс Z по X на 0. Решить такие уравнения еще не стоит. Значит, как? Ну, давайте рассуждать. Вот здесь такое производное, как говорят, полное производное. В каком-то там курсе всегда объясняют. Вот частные будут кругленькие, а полные – это прямые. Значит, это полное производное. Давайте, вот здесь фактически единица стоит, а это единица, я могу считать, что это из X по DT. А вот эта пятерка – это единица X тоже по DT. Значит, тогда слева стоит DZ по DT прямое, но только вдоль чего? X минус C равно C1. А здесь стоит DZ по DT вдоль чего? Вдоль X минус 5T равно C2. А? Где-то минус потерялся. Да, 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 минус… Так, сейчас. А какая разница? Собственный вектор Сочи уже давно уже определён? То есть вы хотите сказать, что минус 1 в 3? Нет, там просто минус 3 в 1. А, не в ту сторону стоит. Да, да, да. Всё. Это я… Ну, конечно. То есть если надо тройку поставить, то здесь единение. Вы правы. Совершенно верно. И тогда здесь надо поправить. Рассуждение-то в общем-то. Если бы я стал писать, то тогда бы я на это наборался. Спасибо за поправку. Конечно. Конечно. Минус 3. Спасибо. Вот. Ну и тогда можно описать все такие функции. Значит, доль таких линий – это константа. Значит, z – это есть нечто иное, как некоторые, скажем, q – от x минус c. От z – это есть некоторое g – от x минус 5. Где q и g, ну, слово произвольное не надо, конечно, к этому очень резко цепляться. Это, ну, скажем, гладкие функции. Гладкие, потому что всё-таки мы их дифференцируем двумя, поэтому будем считать, что у нас функции гладкие. Хорошо. Мы нашли z x z, ну, как и положено, общее решение системы с двух уравнений, если бы обыкновенных дифференциальных зависков, а двух константов. А это уравнение с частным производным первого порядка двух произвольных функций. Вот оно от них и зависит. Всё так и получилось. А теперь остаётся найти только u. Но u найти как? Надо найти обратную матрицу. Ну, сейчас найдём. Значит, вот… Ну, что-то придётся всё-таки стирать. Значит, обратная матрица. Ну, можно просто, так сказать, тухо выразить. Ну, уж так, в общем стиле. Обратную матрицу. Матрица h у нас вот такая. Значит, чтобы найти обратную, я что-то не сделаю. У меня определитель-то какой? Минус 3 и минус 1, что ли, да? Минус 3 и минус 1. Так? Значит, вот это минус 3. Значит, вот это минус 3. Ну, поменяем вместо 10. Значит, минус 4. Значит, впереди что у нас? Это минус 1, 4. А здесь, значит, что ж такое? Как это? Как это? Минус 3, 1. А здесь? А здесь получается, что минус 1, минус 1. Вот так, да? Ну, как, там обычно, у нас есть алгебраические дополнения, пишется, да? А потом надо вот так перевернуть. Ну, все. Если у меня есть обратная матрица, то я могу найти у и В. В и дубы В. Ну, можно было бы прямо, так сказать, непосредственно, что Z равняется минус 3 В плюс дубы В, а Z равняется В плюс дубы В. Это уж десятая матрица и прямо, и прямо сразу. Тут уж совсем все легко. Но если вычесть, то получается что же? Если вычесть, скажем, из верхней в нижней, Z, как это будет? Тогда W сократится. В равняется 1 на 4, вот тот самый определитель, как раз, кстати. А здесь Z минус Z, да? А W как получится? Если вот это умножить на 3, да? Вот это умножить на 3, да? И снова вычесть. Тогда W сократятся. И получится другой выбор, что только одна четвертая. Но какая? 3Z минус Z. Вроде так. Ну и ответ. Смотрите, мы решили. Это одна четвертая. Ее потом нужно будет спрятать. Теперь F под X минус Z минус Z минус Z. Теперь F под X минус Z минус Z. Мы писали общее решение системы. Теперь, если у нас есть начальное условие, можно подставить начальное условие, определить вид функции Q и G. Это, в общем, сложно сказать. Ну, это такой пример с призовым фондом, потому что в конце получился просто ответ. Что, конечно, приятно. Ну, а упражнение здесь такое. Мы на лекциях, я так, мимоходом вывел общий уравнение, ну, так сказать, сделаем замену-переменок, как и традиционно делается, и написал общее решение волнового уравнения. В упражнениях мы сделали другой подход, который применим к уравнениям более высокого порядка. Ну, а здесь можно сделать по этой же схеме еще раз вывести общее решение волнового уравнения. Каким образом? Надо У по Т оботночить через В, это скорость, У по Х обозначить за другой В, это относительная реформация, тогда у меня получится У по Т минус А квадрат В по Х равно 0. Ну, и я буду считать, что я работаю в классе дважды уладких решений, поэтому смешанные производные у меня равны. И второе равенство, это равенство смешанных производных. Вот если вот это пронифференцировать по Х, а вот это по Т, то как раз и получится равенство смешанных производных. Ну, а тогда, описанным способом, на что я, так сказать, что я вам очень рекомендую, ну, просто получить общее решение волнового уравнения. Ну, правда, на В, только здесь не О, а В, сейчас. А это В, а это вот В. Я специально, потому что букву У здесь уже занято. Здесь тоже не У, а В. Видите, как? Это стереотип вашей. Вот. Ну, это вот что такое? Д, В, Д, от В, Д, от В, Д, В. Плюс маркер, ценой минус А квадрат, минус 1, Д, 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 Х. От В, Д, В, Д, В. Равно нулю. Собственные значения, мгновенные, людьми, это, окей, плюс-минус А. Ну, и характеристики. Это равно ДХ по ДТ. Ну, и хорошо знакомые линии. Значит, одно вот такое смесь. В вот такое. Ну, и на этом пути получится общее решение волнового уравнения, которое будет из себя представлять сумму бегущих волн. Исторически это и есть первое решение волнового уравнения в виде суммы бегущих волн. Давайте все переводим и пишем. Сколько отбывается, вот точно так же. Значит, тогда еще раз напишем Q. Ну, путем переобозначения. Там могут быть какие-то коэффициенты, поэтому я функции снова обозначу. Q АТС плюс АТ. Курус АЖ АТС минус АТ. Эта волна бежит налево, эта волна бежит направо. Мы в прошлый раз на упражнениях рисовали всякие треугольнички, которые бегут там по струне. Вот. Это вот такие вот бегущие волны. Ну, и из них мы, опять-таки, на упражнениях, это совсем несправно, Q при Т равном нулю, из альфа от Х, и Q в АТ при Т равном нулю, из бета от Х заданной функции, начальное отклонение, начальность скорости струны. Отсюда получается формула Доломбера. У от ХТ, альфа от Х плюс АТ, плюс альфа от Х минус АТ. Пополам. То есть, единица минус А, интеграл от Х минус АТ, альфа от АТ, в альфа от АТ. Ну вот, ну как, кстати, получается? Значит, надо просто решить, для тех, кто уже ходил на упражнение, значит, это Q от Х плюс G от Х, при Т равном нулю, равном альфа от Х, глагодифрицировать будет Q в трих, А в куш в трих от Х, минус А в ж в трих от Х, в альфа от Х. Ну, а потом эту равенцию надо написать, эту интегралу, сложить, вычесть, и получится как раз вот эта самая форма. Ну, это приведено в любом, вообще в любом, потому что учебнике, там, где есть уравнения математической физики, поэтому, и мы в упражнениях это выявили, ну, вот получать форму гламбера, в котором можно вычислять значение решения в любой точке, если заданы начальные условия, а именно оказалось следующее, если это Х, это Т, то, чтобы вычислить решение вот в этой точке, надо провести линии, характеристические через эту точку, до пересечения с линией задания начальных условий. И первое слагаемое, это полусумма начальных условий при Т равном нулю, а второе, это интеграл от функции бета по донышку вот этого треугольника. Ну, вот, поскольку, значит, это такая вещь. Ну, тем не менее, значит, какие здесь особенности, какие здесь задачки, как построить мультфильм по распространению. Вот мы еще даже обсуждали, как отразить, что будет, если конец струны свободен или закреплен, как это сводится, в сущности, к этой же самой формуле гламбера. Ну, вот так. Значит, и это вот система второго порядка, и мы про них вот немножко поговорили. Значит, отсюда можно и нужно, ну, есть такой тезис, всякая хорошая вещь, заслуживает обобщение. Ну вот, давайте попробуем, куда здесь можно обобщение. Значит, это то, что я сейчас сказал, это такой, в сущности, ход, который был исполнен Доломбером и Эйлером. Ну, Доломбер вообще, правда, Доломбер чуть далеко хитрее, там у него была струна с закрепленными границами, там были бегущие волны. Это 1747 год, по-моему, 11-й, что ли, том, трудом Галининской Академии Науки. Если я не ошибаюсь, это 1747 год. На старом французском языке записывали. Там, конечно, не такие были обозначения, как мы используем. В частности, обозначения дофункции не такие, много вещей писали совсем по-другому. И я не хвалюсь тем, что я знал с арт-французский язык, мне не любо денег. Я эту статью видел, у меня даже язык сироксов, но, конечно, в общем-то, это был язык сильно изменившийся с середины 18-го века. Вот так. Значит, раз мы рассмотрели в случае системы второго порядка, как строятся характеристические, в данном случае, линии для них, и что это может дать. Оказывается, что при, так сказать, подходящих условиях мы должны даже получить решение таких систем на этом пути, чтобы вообще просто до конца, что очень здорово. Ну, хорошо. Кстати, прежде чем мы перейдем ко всякого рода обобщения, на что было бы, если бы вот этот коэффициент зависел, скажем, от х и т. Но это означало бы, что в общем случае вот эта матрица зависит от х и т. Ну и что? А тогда характеристики были бы решением соответствующих обыкновенных дифференциальных уравнений. Я имею в виду, были бы не прямыми, а это было бы какие-то семейства, скажем, вот так и вот так. Ну, например. Единственное, что характеристики одного и того же семейства друг с другом пересекаться не должны. Ну, а почему, кстати? Что будет плохо? Плохо будет вот что. Представьте себе, что характеристики одного и того же семейства значит, вот одно ехало так, а это то же самое семейство и вот оно поехало отсюда и приехало сюда же. На самом деле, если проанализировать то, что было сделано, то вот эти величины Z, которые мы ввели, ну, в данном примере Z и Z, но вот новые переменные, у них есть специальные названия. Так называемые риммановые варианты. Они были введены римманом для более сложного случая и невинейной задачи, но вот эти функции, вот это они и есть, в простейшем случае, это они. И у нас оказалось, что функции Z и Z постоянны вдоль своих характеристик. В общем случае, они не всегда постоянны, но они определяются своим значением в начальной точке. И если бы случилось так, что значение определяется вдоль характеристики однозначно и вдоль другой характеристики того же семейства тоже однозначны, то здесь получилось бы двузначное, так сказать, значение решения, что нехорошо. Вообще такие вещи бывают, но только в следующем семестре. Там возможно пересечение характеристик одного и того же семейства. И это приведет к эффекту образования ударной банды. Это оно и есть. Это как раз пересечение характеристик одного и того семейства в некоторой точке. Так что там приедут просто значения оттуда и отсюда, ну и получится, вообще там даже не двузначное, а вообще бесконечно значное, так сказать, получится нечто. Но вот это и есть эффект будет опрокидывания волны. Но у нас такого не надо, мы побеспокоились о том, что эта матрица, если она даже зависит от X и T, надо побеспокоиться о том, что собственные значения были бы непрерывными, ну и предотвратили условия репшица по X. А тогда такого не случится, потому что там разрушаются условия единственности. Теория существования единственности для обыкновенных уравнений она все равно работает. Ну и такого быть не должно, если зависимость только от X и T, но не от неизвестной функции. Ну скажем, для системы газовой динамики это не так. Туда как раз в эти центры входят неизвестные функции. Ну и в газовой динамике, конечно, есть эффект образования уравнений. Так что все как бы здесь математика с физикой идут довольно близко. Хорошо. Но в какую же сторону можно обобщать? Значит, лучше всего попытаться двинуться в сторону большего числа пространственных перемен. Значит, нельзя ли рассмотреть какие-то системы взорнений, ну для начала системы, с большим числом пространственных перемен. Ну или даже одно уравниваемое, пусть волновое, но с большим числом пространственных перемен. Для волнового желательно получить аналог формулы Доламбера в одимерном случае. Ну, посмотреть там-то что будет. Ну, вроде того, да, вот у нас имеется. Ну, для плоского случая есть какое-то там возмущение. И вот как оно будет? То у нас был треугольничек, вот струну оттянули, и вот там как они побежали, эти треугольнички построили. То есть в прошлый раз. А здесь не треугольничек, а вот кусок там плоскости. И вот ее как-то так скучили в каком-то месте. Что получится там? Ну, а в трехмерном случае тоже есть какая-то область, там вот ее как-то там сгутили, но рисовать уже не получится, потому что в четвертом измерении рисовать. Но как будет распространяться? Возмущение. Панологий и дизайн получит какую-то аналогичную формулу. Ответ такой, да, можно в трехмерном случае, конечно. А может быть, в ее трехмерном случае я посмотрю, как по времени будет получаться, мне хочется использовать, в трехмерном случае получать. Попозже в самом формуле. Ну, то есть формулу я могу написать и раньше, конечно, но так, чтобы получить ее, может быть попозже. Тогда мы двинемся в теорию обобщенной функции. Здесь нужно двинеть. Вот. А сейчас следующий параграф, вот теперь, видите, уже такой длинный был параграф третий под названием «Карактеристические поверхности». Ну, и мысли делаем «Карактеристическим линиям». А в следующий параграф мы его загладим там. метод бегущих ло. Это исторически первый метод решения уравнения сейчас, даже нового уравнения. Значит, у нас мы четвертый, это, по-моему, вот четвертый не вводили параграф, да? Нет, значит, это четвертый. метод бегущих волн. Ну, так он называет. Точка гиперболизия. Бегущие волны это те самые волны, которые бегут по струне. Одна от x-inus-at, другая от x-inus-at, вот они бегут в разные стороны. Вопрос, нельзя ли что-нибудь это-то и обобщить на, ну, на такой вот случай. Ну, уж и совсем на такой случае можно обобщить понятие гиперболичности, но постепенно к нему подойдет. Вот. А, тоже можно. И смысл будет физически такой же. Прямо вот для таких вот систем, со страшных сил. А мы упростим сейчас систему звездочка, вот я ее специально не стер, пусть рассмотрим более часто случай. Расмотрим систему аппаратов 3 в 3 мю 1 равняется мю. Значит, это у нас что? Мю это n, да? Мю 1 значит, будем считать, что все производные одного и того порядка. И правой части нули и ставить эту систему вот такая. И пусть эфициенты постоянные. И пусть справа сейчас предстоит 0. Пусть это 1 и объединится до n. вот. Ну, потом мы и это же обобщим, да? Вот что? Значит, в некотором слабостном моменте будет обобщение вот прямо на этот случай. но для этого нам потребуется нелинейное уравнение, а мы сейчас пока в рамках линейного уравнения. У нас нет надежды получить все решения вот вроде того, как бегущие волны, но хоть какие-то может быть можно получить. Значит, попытаемся. это ну, видите, счастливые догадки это тоже догадки. Конечно, хорошо бы иметь какой метод, вот, что-то прямо вот решаем и вот все получаем. Но идея поискать решение в виде бегущих волн, вот она подсказана с каждым предыдущим парамблером. Поэтому попытаемся найти решение вот такого в виде. Значит, некоторые волны, и мы это все обсудим. Ро это тоже вектор, пока неизвестный. А здесь некоторая функция Пси от К Х в столярном произведении ну, я не решу вот это. Минус АМ Т. Но в физике это называют плоской волной. Это вот что такое. Это значит, ну, как К 1 Х 1 плюс К Н Х М минус АМ Т. И вот такая функция. Это 2 плоские волны. Важнейший частный случай плоский холд, но мы сейчас пока будем просто плоский волны искать. Но есть у них очень важный частный случай, частный случай. Частный случай. Когда функция ХСИ имеет определенный вид. х Е степени И по Х 2 национальные волны. Это гармонические плоские волны. Ну, это просто такой футбол. Понятно, да? Вот синусы, косинусы, просто удобнее писать в комплексной форме, вот и всё. Важнейший частный случай. Понимаете, есть надежда робкая. Вот из таких гармонических плоских волны построить семейшие. Ну, как надежда? Ну, хорошо. На самом деле, в каком-то смысле, это можно. С помощью преобразования Фуидера надо просто как бы разложить на плоские гармонические волны. Ну, то есть это, в общем, такое. Ну, а математики, они такой род свобратный, что всякая хорошая вещь разлуживает а вообще вот вот в частности, можно, например, вот в физике вот этот к, к называется волновой вектор. Вот сейчас я сделаю картинку, поясняющую, почему это плоские волны, и как это выглядит реально, как это подробно. Ну, а в математике, естественно, вопрос такой, что если к считать комплексным полновой вектор, ну, тогда вот эти кашки будут комплексными числами. с один, сын, вот может такие решения тоже какой-то смысл имеет, и для чего это нужно, да, конечно, и я надеюсь, что мы этого коснемся. комплексные вектор комплексные вектор. Ну, хорошо, значит, что такое плоская волна, как это себе представить, геометрически или физически, или как угодно. значит, давайте рассмотрим, пускай у нас вот эти u при t равном u, здесь некоторая функция альфа от s. Что такое s? s некоторые параметры, я буду рассматривать семейство плоскостей вот такого сорта. А, ну, это что такое? Смотрим плоскостей, мне не хватает измерений, поэтому x1 и xn вот здесь t мне потребуется, и здесь же еще у меня не хватает места u. Вот и t, и u пускают на вертикальной оси. Теперь я рассмотрю, в данном случае это не плоскостей, а прямых, конечно, kx равно s. Ну, x это только 2, на самом деле. Значит, это, например, вот такое вот силийство. и в начальный момент, при t равном нулю, я задаю u, но здесь она, конечно, не векторная, просто задаю u, от параметра s, то есть u во всех точках вот этой, в данном случае, линии одинаково, а в общем случае, это же не линия, а плоскость, значит, ум задает, значит, я сейчас ограничиваю себя классом решений только такого вида. вот надо себя как-то, так сказать, ограничивать, с чем ты живешь. Вот, потому что когда неумеренное желание, знаете как, желание переполнить мешок приводит к тому, что он уверен. Поэтому не будем уж так, чрезмерное, так сказать, вот, множество всех множеств, это внутренне противоречивое понятие, да, ну вот поэтому, ну это уж так, чересчур. А сейчас у меня класс решений вот такой. Значит, во всех точках, в данном случае, этой линии, у меня начальная функция будет одинаковая. Как это нарисовать на чертеже? Значит, пока что я смотрю вот на эту углу. Значит, это я могу нарисовать так. Например, вот так. Но здесь тоже так. Потому что во всех точках вот этой линии здесь ноль. Во всех точках вот этой линии, там, вот так, например. То есть, во всех точках линии у меня одинаковая у. А в общем случае, здесь плоскость. Ну и во всех точках плоскости начальные отклонения одинаковы. И эти начальные отклонения я, вот в соответствии с тем, что написано, здесь это что, зависит от Кх минус амеда Т. когда начинает Т расти, то я фактически перехожу от одного параметра к другому. Правда? От одного из к другому. И отсюда начинаю фактически изменять вот этот параметр. Значит, вся эта консульция без изменения формы успешно двигается в сторону вектора Х. В течение, говори, это и есть плоская волна. Она может быть гармонической. здесь можно рисовать такую синусоиду, но она вот так вся поедет. Ну вот, некоторое представление о плоских волнах. Что это такое? Ну, конечно, это не все решили. Бывают сферические волны, бывают еще там всякие. Ну а плоские это вот такие. Вот. И вот давайте постараемся мы эти самые плоские волны найти. волны, повезет, ему их обнаружим. Да. Почему просто написано У и Т, там, где ОС подписан? А, потому что я, ну, так, пока Т не использую, я хотел сказать, что у меня для оси Т, ну, у меня места просто нет. Значит, пока Т и не нужно. Ну, потому что у меня только три оси здесь помещаются, а четвертой не буду воткнуть. Только по этой причине. Пока здесь только У, когда потребуется Т, то я, значит, ну, так далее, будем считать, что это лишняя информация, знаете, как, когда лишняя информация, как ДОС-атака, да, там, забивают мне нужными сведениями. Вообще, потом здесь будет еще Т, потому что мне надо будет нарисовать соответствующую характеристическую поверхность. А она-то в пространстве Т и Х. Понимаете, какая история? А для Т оси места нету, поэтому я ее тоже располагу вертикально и нарисую здесь вот такую характеристическую поверхность, которая в данном случае будет плоской. Ну, а ее горизонтальные сечения будут называться фронтом плоской на самом деле. Я, как вы видите, особенно в лекции, нет, мы что-то решаем, вот задачку решили, и еще будем решать в этом задачке, и все. Но я, как бы, здесь немножко напираю на качественную картину явления. Плоские волны, как это себе представить. Или, например, вот она такая вот система, вот такая. А в перспективе вот такая. Можно ли, не решая эту систему, решать, то непросто. Например, найти скорости распространения возмущения. Они в разных точках могут быть разные, конечно. Мало ли там, они затронутые следа. Вот не решая найти, или как вообще представить себе решение, ну, какими качественными свойствами обладает решение. Вот как Дирак. Говорю, что он считает, что понял уравнение, если вместе представим свойства решения, не решая уравнение. Ну, вот, но решать-то будем. В основном, это решение при упражнении тоже. Так, в основном. Итак, вот что такое плоская волна, вот так себе представить. Ось Т, действительно, пока согрём, а то она отвлекает, действительно. Пока она ещё не... Ну, или как подчеркнуть, если ружьё повешено, оно где-то должно быть. Значит, ось Т ещё появится. Так, вертикально, рядом с осью У, потому что просто не было ось. А почему Х нельзя точку считать? Всё, процент Х прямой? Ну, можно, тогда не будет такой... А, в одномерном случае, конечно, можно, но в одномерном случае мы делали в прошлый раз на упражнении. Вот это Х, отличный. Вот эта тематическая картина может удовольствоваться в поверхность? Ну, тогда, ну... Сколько выжидает кое? Хорошо. Хорошо. Тогда это У, тогда вот это Т, и вот это Х. если вспомнить то, что было на упражнениях, мы рисовали вот здесь, например, какой-то треугольничек. А через длительный промежуток времени лежали два треугольничка. Один вот сюда, другой вот сюда. Ну и фактически речь идёт о том, что вот эта же поверхность. И вот здесь. Это такая... Здесь-то некоторый переходный процесс, а потом такая крыша сарая, и здесь ещё такая крыша сарая. Так что здесь присутствует и Т, и У. Ну, да, действительно. Это правда. Но я хотел нарисовать что-то... Ну, понимаете, треугольничек это тоже как бы плоская волна, но почему она плоская? Я хотел пояснить, что такое плоская волна. А это естественно, когда число переменных в пространствах не меньше двух. Но если двух, тогда уже не хватает места. А тело у нас выделено, потому что матрицы здесь соответствуют другой знак, собственно, значения в ручках? Ты от самого начала, я сказал, и даже говорил не первый раз. Дело в том, что на это мы смотрим, как на некоторое... ну, сначала просто замена переменных. И интерпретируем так. Мы начальные данные задаём на некоторой поверхности, и эту поверхность описываем так, допустим, параметрически заданная поверхность, вот так, да? а трау играет роль в параметрах только трансферсаемого семейства лиц. То есть это не обязательно вот оно как бы соответствует... Ну, то есть у нас матрица... То есть это не матрица не выделена? На самом деле, на самом деле, вот когда так, то не выделено. И здесь вы правы, вы коснулись на самом деле глубокого момента, потому что система, опять, немножко я забегаю вперёд, гиперболично относительно некоторого направления, как выбрать ту переменную относительно уравнения, которое будет гиперболическим. хорошо, тогда скажите, пожалуйста, что вот это за уравнение? Ну, я садю, садю. Ну, согласно табличке, которую мы рисовали на первой лекции, чего-то, это волновое уравнение гиперболического типа, да? Ну, и мы ответим, как гиперболическое. А поменяем, один х будет временем, а т будет... Да, совершенно верно. Например, это будет у меня, так сказать, ну, ну, Тау-Тау, да? А это, и это будет что же? А это будет у у у, 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 там, з, ну, как, у2, у2, да, здесь минус, да? Ну, так что, и это все равно мы другим. Ну, я просто переобозначил переменную, больше ничего. Это вот что такое будет? Вот здесь-то минус появился, да? Значит, в таком варианте, это уже не гиперболическое уравнение, а утре гиперболическое уравнение. И у него другие свойства решения, там по-другому ставится начальное условие, совсем не просто. И там, в программе было сказано, что, куда мы коснемся внутри гиперболических уравнений, хотя, третье уравнение отличается только обозначением перемен, больше ничем. Правда? Важно понять, какую переменную, ну, грубо говоря, какую переменную будем считать временем. А что это значит? Как мы будем стоять в начальном условии? По какой перемене? Это то же самое, я говорю в первый раз, УТ минус УХХ равно нулю, ну да, в моменте благопроводности. И УХ минус УТТ равно нулю, в формальных позициях, то и то гармолическое уравнение. На самом деле, их свойства совершенно различными, мысленно подразумеваем, что по Т поставлены в начальном условии. Ну так, так и будут. Так вот, если по Т поставить в начальном условии, то ВОТ не будет совсем другими свойствами. То есть, вот, особенность уравнения с частными производными в том, что их просто так нельзя рассматривать вот сами по себе, а и обязательно с чем-нибудь еще. С кривыми, с начальными условиями, с еще с чем-то, потому что получаются совсем разные свойства от того, какая задача поставлена. Ну, хорошо. вот. Значит, мы немножко поговорили про плоскую волну, да? Примерно себе представили, что это такое. И ведь потом, с течением времени, вся эта конструкция будет переезжать, не меняя форму, заметьте. Правда? Вдоль вектора К. Вектор К – это вот, значит, ну, нормальная плоскость, а как и положено волновой вектор. Если я сейчас возьму, и вот, ну, а мне очень хочется, чтобы вот 2 было решением 1. Давайте подставим, что получится. что будет, если я начну вот так вот дифференс гадея, вот в такой форме я буду считать, что х0 у меня это уже и есть т. Потому что вот х0 у меня вот такая система, где у меня, я уже договорился, какую переменную буду считать выделенную. Вот х0 будет т. т. Это вот то т, которое вот здесь стоит. Ну, это откуда, как бы, ну, идейно. Можно с самого начала все. Но как-то надо понять, как до этого можно догадаться. Догадаться с вами, рассматривая формулу угломер, бегущий волн, х-ат, х-ат. Это ведь то же самое, х-аминга-т. Вообще-то это то же самое. Ну вот. Ну и тогда смотрите, если я это буду дифференцировать, μ раз, дифференцировать буду по t, r0 раз, так все время будут выходить вот это, да? Значит, будет минус амин, да? Пусть это не r0. А дальше, k1 в степени r1, kn в степени rn. Ну, дальше еще будет что? Эта функция уже, это значит, рожая t, а все одинаковые, внутрепроизводные, ну, от того, чего написано, х-аминус аминга t. Мы хотели бы, чтобы это было 0. Если я хочу, такое решение. И все это для b от 1 до 1. Значит, здесь есть две возможности. Первая возможность. Вот эта функция ψ, μ, производная, равна нулю. Ну, это такая функция, что? Ну, это значит многочлен, а что еще? Если какая-то происходная равна нулю, много разницы, нужное число раз назад интегрировали, мы получаем многочлен. то есть это решение очень специального видения. Ну, видишь, такие решения тоже, конечно, имеют смысл. Ну, как? Это тоже бывает. Но это одна возможность. Ну, они очень интересны, потому что, ну, что значит многочлен, как-то... Кстати, для волнового уравнения это что могло бы быть? Вот если было, Волновой Е уравнение Е. Это что? Надо как-то каждый раз, ну, к чему-то такому привычному. Вот волновое уравнение. Ну, тогда вторая производная равна нулю. А если вторая производная равна нулю, значит линейная функция. Ну, да. И это значит, что для волнового уравнения, например, для функции t минус a квадрат у x x равна нулю, вот такая функция, в си равная, скажем, ну, какие есть буквы, не знаю какие, cx плюс ht будет решением. Ну, будет, а чего? Вторая производная 0 и вторая производная 0. Правда? Это значит, что всегда линейная функция, любая линейная функция, ну, может в константе прибавить, является решением волнового уравнения. А это ведь тоже можем трактовать как нечто там распространяющееся. Ну да. А с какой скоростью? А с любой. Все зависит от того, какие коэффициенты. Правда? Значит, все привыкли, и это правильно, что возмущение, что возмущение в волновом уравнении, описываемое волновым уравнением распространяется со скоростью а. Вот это а, мы говорили, это скорость распространения возмущения. Ну, есть решение, которое распространяется с любой скоростью. Правда, очень специального вида. с точки зрения физики, они не очень естественны. Ну, представьте себе, что т равно нулю. Что бы это были за начальные условия? Ну, например, это было бы у, это было бы икс. Ну, например, какая-нибудь такая линия. Ну, как-то не очень естественно, что начальное отклонение струны вот только растет, растет, и здесь вот. Оно как бы не очень физично. Такие формальные решения есть. Но они как бы, поэтому мы про них не думаем. И долгое время про такие начальные условия особо не думаем, потому что в физике они как-то, ну, ну, что вот так оно будет. Вот, оказывается, что для параболических уравнений такие начальные условия бывают. и надо рассматривать случаи неограниченных начальных условий. Ну, математики такие вещи рассматривали, есть знаменитая работа Тихонова, о том, что для обычного уравнения теплопроводности, если начальное условие на бесконечности растет быстрее, чем е в степени х квадрат, то это безумный рост. То, вообще говоря, может нарушиться единственность. Но кому нужна такая задача, которая вообще растет, ну, пусть не так бешено, ну, вот хотя бы вот так вот растет. Оказалось, это задача с теменциальной математики, и при решении стахастических геталлициальных уравнений возникают задачи с неограниченными начальными условиями. Вот такой неожиданный хор. их тоже приходится акселизировать и, ну, как бы, ну, и для тех, кто что-то слушал, изучал, тут есть и такие, там, например, при образовании фурии не действует. Ну, при образовании фурии нет такой функции, ну, по крайней мере, классического. Ну, в чёрном смысле, да, а классического нету. Ну, площадь под графиком, под графиком модуля функции бесконечна. Ну, нет. Прямо заранее фурии. Вот. Поэтому, но такие задачи, оказывается, тоже бывают, и я собираюсь об этом упомянуть. Но, прежде чем, ещё у нас три минуты, мы чуть-чуть даже из Олимпиады начали чуть позже, поэтому я всё-таки хотел бы это докончить. Значит, вторая возможность состоит в том, что вот это решение, вот это производление ноль. ноль. И тогда, ну, ноль, значит, у неё сократим, конечно. Тогда, чтобы решение всё-таки было, было бы у нас нетривиальное решение, нужно, чтобы определитель системы равнялся 0. А система относительно коэффициентов векторового рожита. Правда? А что за определитель этой системы? Определитель. А много нам пишет? Секундочку, секундочку. Как это там? Высорскую помощь. Сделал вот линдана или четыре. Что-то мне знакомое. Так-так. А не встречалось ли нам что-нибудь подробное? Я вот эту часть достижения стёр. Посмотрите-ка. Подождите. Так ведь это то же самое. По сути. Ну разница в чём? Здесь стоит не нулевое, но до этого нас особо не испугает, потому что в прошлый раз мы писали, что эта форма однородная относительно своих аргументов. Стало быть, мы здесь можем написать... Можно, например, взять вектор единичной длины. Если я возьму единичный, это что значит? Значит, уравнение поверхности я нахожу в виде минус c плюс хи от х1 в хн равную нулевую. Вообще-то у нас уравнение хлюкиристической поверхности какое? хи. хи от чего? От всего. Вот х0 это течка, да? И равно нулевую. А если я это отсюда выразил, написал в явном виде, тогда производная по т минус единица. Ну да. Ну и так и да. Ну, вы уж не опростите это. Я, может быть, или вполне, так сказать, честно, что я здесь его стираю. Если минус единица, то тогда это будет минус единица в степени аргумента. А здесь дальше не в один, в степени аргумента. А можно сделать и такой ход. Можно, например, сделать вот этот вектор. Вот хочу сделать, например, единичный длину. Так если я разделю на длину, у меня тогда получится уравнение в таком виде. определитель. Сумма А, ИТ, ЖТ, РТ. А здесь будет вот что. Смотрите-ка, будет минус единица деленное. А вот на что? А на что вот, на что? Ну, на длину вверх. Вот вернем вот такого пространства, да? А какие такие ню? Давайте вот вернемся сюда. Если вот в таком виде писать, мы писали... Ой, извините, здесь не хи, конечно, мы писали дзетов. Извините. Хи это обозначалось вот все. А если Т выразить, то вот это какой-то дзетов. А здесь стояли произволки. Значит, было дзета по х1, да? Зета по х2, зета по хн. Не все было в соответствующих степенях. Но форма-то однородная. Я все аргументы разделю на что? На модуль вот этого вектора. Что это за вектор по х1, по х2? Подожди, это же вектор градиент. Это просто градиент поверхности. Это вектор из частных произволов. Ну так, если есть здесь специалисты из Дильгема, не бросайте в ней ничего тяжелого. Я знаю, что градиент это не вектор, а корректор. Но мы в длинном пространстве, мы всегда можем индексами пожанулировать и считать, что градиент это все три вектора. Так что будем считать, что вектор. Вот. Деленое на длину градиента. А здесь стоит единичный вес. Например, ага. А здесь единица, минус единица, деленная на модуль градиента. В каждой степени вернули. Вообще, что-то подозрительно все похожее. Ну и совсем, чтобы как бы заинтриговать. Но здесь-то все-таки не так. Вот этот вектор не единичный длины, это же волновой вектор, он какой-то, да? А если я его тоже разделю на его длину? Так, здесь у меня получится минус омега, деленная на х. Ну, нечестно то, что я стираю, подписываю, а вот будем длины переписывать. А что это такое? Минус омега, деленная на длину волнового вектора. Здесь у нас в ресурсе физики, наверное. Они скажут нам, что если частоту разделить на длину волнового вектора, получится фазовая скорость волны. Ага. Но для того, чтобы найти фазовую скорость волны, не нужно решать никаких дифференциальных уравнений. Ведь это просто чисто алгебраическое уравнение. При заданном векторе k, если я его задал, я хочу знать, вот в том направлении, с какой скоростью пойдет волна. Я рисую вектор k, делю на его длину очень хорошо. И вот это уравнение как? Ну, алгебраическое уравнение, да. Решаю относительно вот этой переменной. Вот эта переменная даст мне скорость. Посмотрите, никаких решений дифференциальных уравнений, а мы сразу получаем скорость распространения возмущения. Не надо только побеспокоиться, и это так уже, ну, сейчас сделаем перерыв, о том, чтобы это оказалось вещественным числом. Это и мы положим в основу определения гиперболичности. Оказывается, если здесь столько вещественных хорней, каков порядок систем, вот тогда такую систему мы назовем гиперболическую. И каждому корму будет отвечать своя плоская волна, распространяющаяся в заданном направлении. И эти скорости мы можем найти, как, впрочем, и Бог. Мы можем найти, не лишая никаких уравнений. Прямо исходя вот из этих соображений. Ну, и это не все. Оказывается, эта идеология, ну, по крайней мере, локально, скажем, ну, что-то прямо круто, мы даже решение можем найти в виде плоских волнов. Ну, решение не сможем, но, оказывается, эту идею мы положим в определении гиперболичности в общем случае. Что если вот такое уравнение, вот написать равно нулю, да, будет иметь относительно, а вот здесь будут стоять переменные, ну, вот, как здесь, например, будут стоять переменные. Относительно этой переменки может быть иметь стойка вещественных корней, какого порядка системы, мы назовем такую систему гиперболической. И интерпретация это будет та же самая. Каждому корню будет отвечать некоторая другая характеристическая поверхность и скорость распространения волнового фронта в заднем направлении. В другом направлении может быть другая скорость. Ну, так бывает. Даже для систем с постоянными коэффициентами у нас будет числовой пример, мы прямо до конца все сделаем. И посчитаем. Да, вот так вот будет. И это и будет гиперболичность независимая ни от порядка уравнений, ни от порядка системы. Но, положено, где будет некритизический смысл. Возможность распространения волны вдоль тех или иных направлений. А формальнее будет такое. Будет такое уравнение, надо, чтобы оно имело нужное число вещественных корней. Разное. Давайте так. Для спокойствия разное. С краткими, значит, там есть проблемы. Ну, хорошо. Немножко я как бы... Я думаю, я больше расскажу. Ну, ничего. Я надеюсь, что я вас заинтриговал. Дело в том, что для того, чтобы продвинуться на общие системы, нам надо научиться решать нелинейные задачи. А у нас в этом семестре акцент сделан нелинейный, поэтому... Ну, даже и плоские волны так неслабо найти. И я вам уже сказал, что там... Громатические плоские волны. Ну, это хорошие вещи. Из них могут другие решения строить. Уравнение с постоянным коэффициентом, например. Отлично. А это будет годиться об общее определение даже для переменных коэффициентов. Вот это будет гиперболично для системы уравнений произвольного порядка. От нее, конечно, будет вытекать то, что было в таблице. Это будет как частный случай. В частности, то самое уравнение Ишлинского, которое мы с вами разбирали, помните, на упражнениях для стандартной вязкой упругости среды на уравнении третьего порядка, оно же не попадает в общее классификации. Вот оно уравнение гиперболически. Внутри этого порядка, что же такое? Будет порядок дисфикация, и все будет хорошо. Ну что, надо сделать перерыв, наверное, да? А то я чувствую, как это... Глядя на ваши утовленные лица, я хочу сделать перерыв. Давайте просто... ... ... ... ... ... ...